Приветствую! Мы на Садовом кольце, около Садового кольца, на границе района Замоскворечья и Киманка. И здесь от Серпуховской площади до Калужской площади, рядом с Садовым кольцом и параллельно ему, проходит улица Корой и Вал. По сути дела, эта улица является дублером Садового кольца, на участке от Серпуховской до Калужской площади. Ну, равно как и Житная улица, которая находится по другую сторону Садового кольца, как бы над Садовым кольцом, а эта улица находится пол Садовым кольцом, если смотреть по карте. Паркетики это дублер Садового кольца. Поэтому все строения, они находятся только по одну сторону, так сказать, от этой улицы, а точнее по нечетную сторону все дома. Ну, а почетный, там ничего нет, там только газон, по стоянке, ну и, собственно говоря, съезды и выезды на Садовое кольцо. Это Садовое кольцо, здесь улица Крымский Вал, участок Садового кольца, который сначала проходит в туннели под Калужской площадью, ну, а потом, соответственно, выходит наружу уже, на поверхность, это улица Крымский Вал. Вот, здесь находится рядом с улицей Коровый Вал станция метро Октябрьская у начала улицы и станция метро Добрынинская у конца этой улицы. По улице осуществляется одностороннее движение автомобильного транспорта по трем полосам в сторону Серпуховской площади. Она и на улице составляет 600 метров, но она не очень большая. Здесь в 18 веке была граница Москвы и торговали крупным рогатом скотом. Ну, преимущественно Коровый, был такой Коровий рынок, вот, он сохранялся еще в 19 веке, ну, если быть точнее, в 1880 году. Ну, и, в общем, в принципе, отсюда и, кроме того, здесь был вал земляного города до начала 19 века тоже, вот, и, как бы, граница Москвы получалась. Ну, и, естественно, у границы Москвы очень часто пошла такая бойкая торговля, въезжающих в Москву, въезжающих из Москвы, и вот устраивались такие вот базары, толпучки. Ну, здесь, в частности, был рынок Коровий, где в основном, в основном продавали именно коров. Поэтому и назвали улице Коровий Вивал. А рядом, кстати, находился неподалеку Конный рынок, где, соответственно, уже шла торговля лошадьми. Ну, кстати, неподалеку находился и жительный двор, такой склад разных запасов, вот, а что, получается, такое, как бы, вот, здесь вот пространство вот этого тогда, ну, в 19 веке, в 18-19 веках занимали рынки и, ну, как бы, склады, как говорят, да, хранилища. Вот. Ну, и сложилась эта улица в 1820-х годах, в начале 19 века, когда, в общем-то, как раз и срыли вот этот вот вал земляного города, который здесь находился. И вот на месте вот этого срытого вала как раз образовалось вот это вот пространство, которое постепенно заняла вот эта вот улица Коровий Вал. В начале 20 века тоже был пожар, в 1812 году, здесь сгорели многие деревянные постройки, и затем уже в основном строились здесь каменные дома. В 19-м, начале 20-го веков здесь в основном были одно и двухэтажные и вот каменные дома, в основном, основная была застройка. Ну, и, кроме-то, также были конюшни, находились, ну, как я уже говорил, скотный рынок, или еще корольный рынок по-разному называли. До 1880-х годов. Ну, а уже в начале 20-го века, в 1314 году здесь построили кинотеатр «Великан», который действительно был, ну, практически крупнейшим кинотеатром в Москве в то время, да и в России тоже. Вот. Посуществовал он до 1341 года, когда он был разрушен при бомбежке авиационной во время Великой Отечественной войны в начале. Вот. Ну, и на его месте был в 1357 году построен кинотеатр «Буревестник», ныне театральный центр «Градского». Вот. В 1360 году прошла реконструкция этой улицы, равная как и соседних с ней площадей и улиц. Участка Садового кольца, ну, и уже появился, был построен многоэтажный дом, более современная застройка. В 1352-1390 годах эта улица называлась Добрынинская, ну, по прилеганию к Добрынинской площади, которая в свою очередь была назначена в честь большевика Петра Добрынина. Вот. В 2017 году эта улица была реконструирована по программе «Моя улица». Вот. На этой улице находится не очень много объектов, потому что все-таки она довольно-таки небольшая, вот по длине. Находится знаменитый торговый центр «Добрынинский», под номером 1 на строение 1. Было построено здание в 1329 году и назывался изначально Московско-Ленинский универмаг. Еще другое название было «Красная замоскворечье». Ну, «Красная замоскворечье» понятно. Что касается Московско-Ленинского универмага, это связано с тем, что здесь, в Советском Ленине, находился Ленинский район Москвы. Рядом неподалеку от Ленинский проспект. Ну, и вот Ленинский район, и, соответственно, Московско-Ленинский, потому что Москва и Ленинский район. Поэт назывался Московско-Ленинский универмага, был патрон в стиле конструктивизма. Обращаю внимание, у себя большие квадратные окна. Ну, в 2000-х годах этот универмаг был реконструирован. Ну, сейчас обычный торговый центр, в принципе. Но с большим историческим брошенным был, в отличие от многих других современных центров. Дальше, также на этой улице находится визовый центр Испании, отель «Шелтон», следующее здание. И, как я уже упоминал, театральный центр под руководством Александра Градского. Называется «Градский холл» по номерам 3. Это как раз бывший кинотеатр «Буревестник», который здесь был построен по проекту архиэта Жалповского в 1957 году. Ну, а потом, в 2010-е годы была проведена реконструкция этого здания. И в 2014-м году здесь находится центр Александра Градского, «Градский холл». Также рядом находится офисное здание. По номерам 3 строения, 5 одноэтажных, 19-го века, бывший жилой дом. И единственный жилой дом дальше идет, 13-этажный, который находится на этой улице, по номерам 7. Был он построен в 1980-м году, начали на Олимпиаде 80. И этот дом называется «Посольский». Посольский дом, потому что в нем находятся посольцы в нескольких странах, а именно Гвинея, Мальта, Катара, Конго. Ну, и некоторых, может быть, и другие государства. Кроме того, и разные представительства тоже дипломатические, консульские. Ну, и вообще разные офисы, представительства разных компаний, сервисные организации, магазины и так далее. Ну, и жилые квартиры тоже. Ну, в любом случае, очевидно, это дом принадлежит МИДу. Поэтому дом такой непростой. Ну, тем более, в таком месте, понятно. Ну, и завершает эту улицу два офисных здания под номером 9. Одно двухэтажное, другое трехэтажное, а также американский ресторан «Старлайт Динер» под номером 9А. Кроме того, также ведется строительство бизнес-центра «Оазис» по номерам 5 на месте бывшего кондитерского комбината «Добрынец». Который существовал в советское время, ну, и частично и постсоветское тоже. Возможно, его уже построили сейчас, я точно пока не знаю, в каком состоянии сейчас находятся. Ну, и кроме того, также, как я уже сказал, в другой стороне улицы находятся сквер и автостоян. Ну, в общем, понятная улица, в принципе, центральная, поэтому я рекомендую его посетить. Есть много довольно интересных зданий, в том числе с довольно длинной историей. Ну, и добраться туда довольно легко, метро «Добрыневская» или, соответственно, метро «Октябрьская» и выходим, практически сразу попадаем на улицу. Приятного прогулок и до новых встреч на улице. Продолжение следует...